Приветствую вас и, конечно, вам решать, во что верить. То есть, вам решать, хотите ли вы думать, что на вас, например, порча, или все-таки будете вы, например, искать причины в более, так скажем, реальных материях. На мой взгляд, это то, что решать исключительно вам и только вам. Поскольку вы обратились именно в психологию, ну, в раздел психологии, то мне представляется правильным сказать, по крайней мере, вот сейчас сказать на данный момент, что подобная ситуация, которая возникла у вас, она давно известна. И называется эта ситуация родительский сценарий. То есть, негативный родительский сценарий, который ведет вас к определенному жизненному пути. Если вы вспомните, ну, если постараетесь вспомнить, что происходило в вашей жизни, то, наверное, вы сможете увидеть, сможете вспомнить, как, например, ваши родители с вами общались. Что они говорили, например, когда, ну, допустим, ругали вас, или, допустим, когда хвалили вас. Как они, родители, решали проблемы, то есть, что они делали, когда плохо шли дела. То есть, как они на это реагировали. Как они строили свою модель поведения в такие моменты. Это покажет вам, если вы, конечно, подойдете к этому вопросу серьезным, это покажет вам то, из чего состоит или то, как образуется данная модель поведения. То есть, я хочу сказать, что если вы адекватно отнесетесь к тому, что родители делали, и к тому, как они вели себя в вашем, может быть, детстве и так далее. Если вы вспомните, то вы сможете увидеть, какие идеи вам, родителям, внушили. Вы сможете увидеть, что это за идеи. Вы сможете увидеть, какой посыл дали вам, ваши родители, с помощью этого. Это первое. Второе, вам самой, поскольку... Ситуация складывается не самым приятным образом сейчас. Ну, вот, на данный момент. Вам самой нужно постараться, постараться переосмыслить свои жизненные цели, своей ориентиры, своё поведение, своё отношение к мужчинам, своё восприятие мужчин. Вот эти вещи вам необходимо переосмыслить. Как вы сами понимаете, по сути, четыре неудачных брака – это определённая тенденция. И вряд ли, вряд ли эта определённая тенденция сама по себе исчезнет. То есть, если вы хотите, чтобы всё наладилось, если вы хотите, чтобы всё было хорошо, то, на мой взгляд, необходимо это решать. То есть, необходимо качественно, планомерно, последовательно, но вдумчиво и глубоко рассматривать ваши жизненные обстоятельства, разбирать вашу модель поведения. Знаете, сейчас вы как будто бы живёте не совсем своей жизнью. Это действительно так. Вы живёте той жизнью и идёте к тем целям, которые вам, скорее всего, внушили родители. И я уверен, что вы этого не хотите. Я уверен, что вам это не интересно. Я уверен, что вы бы хотели другой жизни. Я уверен, что вы бы хотели других обстоятельств для себя и для своих мужей, для своего сына, наверное, точно. Поэтому сейчас, именно сейчас, на мой взгляд, самое время, чтобы вы несколько задумались над тем, куда вы движетесь, к чему вы движетесь. Какой вы человек? Правильный ли у вас для вас? То есть, полезный ли у вас? Продуктивный ли у вас ценностей? Продуктивный ли у вас ориентиры? Позитивный ли взгляд на жизнь? И увидеть, по крайней мере, постараться это сделать в критерии своего выбора. То есть, грубо говоря, постараться увидеть основные факторы, влияющие на выбор, который вы делаете в жизни. Вот именно выбор, который вы делаете в своей жизни. Что это за выбор? То есть, что на него влияет? На ваш выбор. Под действием каких идей и ценностей вы этот выбор совершаете? И если вы, с одной стороны, будете стараться увидеть генезис влияния на вас, ваших родителей, то есть, что родители говорили вам, ну, как я уже сказал, да? В детстве, что они вам внушали и так далее. Если вы сможете эти вещи увидеть, то у вас появится возможность сравнить то, что говорили вам родители ваши, и то, что у вас происходит сейчас, то, что есть у вас здесь и сейчас, сегодня. Вы можете проанализировать это. И проанализировав эти моменты, вы, я уверен, увидите для себя много интересных факторов, много интересных аспектов. Таких, как, например, то, что вы получили сейчас, это результат того, что ваши родители всегда для вас хотели. То есть, это результат именно того, чего родители не говорили вам, но того, что они сами делали. того, что они говорили вам своими эмоциями, своими поступками, своей интонацией, своей мимикой, если угодно и так далее. Вы обязательно увидите сходство этого с тем, что вы имеете сейчас в итоге. И тогда вы сможете понять, что это действует не вы, а это действует ваша родительница. И увидев это, увидев то, что это действует не вы, а действуют родители, вы конечно же, конечно же вы сможете это поменять. Только тогда, только до тех пор, пока вы не осознаете, что вы действуете не по своей воле сейчас. Вы действуете не по собственному выбору, а вы действуете именно по модели, заданной именно родителям. Родителями, точнее. Вот до тех пор, вы не сможете ничего изменить, не сможете ничего исправить, к сожалению. Это работа. Особенно с учетом того, что вы не очень охотно, как я понял, берете на себя ответственность за свою жизнь. Я полагаю, что эта работа будет не самой легкой. Но думается мне, что если вы хотите все-таки обрести свое счастье женское, если вы хотите, чтобы ваш ребенок, ну, который вот так же влияет, скажем так, к проклятию ваших родителей, ну, так вот, грубо говоря. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок тоже был счастлив, то это работа того стоит. И в течение времени, если вы будете тщательно и прилично, вы заметите результат. Вы заметите, что вы не будете поступать определенным образом. Вы заметите, что вы видите мир немножечко под другим углом. Вы заметите, что вещи, которые вам казались определенными, ну, то есть вещи, которые вам казались определенного рода, они эти вещи теперь стали немного другими, они эти вещи поменялись, они эти вещи немного изменились, видоизменились, если можно так выразиться. Вопрос только в том, доходили ли вы сами принять эти изменения, потому что в некоторой степени это страшно бывает. В некоторой степени это вызывает сопротивление, потому что несмотря на то, что вам самой неприятно, что такие ситуации с вами происходят, несмотря на то, что вы все равно в этом находитесь. Потому что, ну, во-первых, вы не осознаете того, что действуете по сценарию. А во-вторых, потому что вы даже и помыслить не можете, вероятно, что могли бы поступить иначе. А поступить иначе могли. И вы сами это с необычайной ясностью увидите, как только... Можете заметить влияние, влияние точнее, ваших родителей и родительских убеждений на себя, на свою жизнь. И все это реально. Это не порча, которая на вас может быть и... Которой может и не быть. Которую могут найти, а могут и найти. То, о чем говорю я, это вполне реальные обстоятельства, которые вам вполне по силам изменить. Главное только захотеть это делать. И... И... Все будет в порядке. На этом все. Надеюсь, что помог вам решать, будете ли вы заниматься, ну, скажем так, поисками мистики в своей жизни. Или вы будете действовать, значит, по другому пути, решать это вам. Я лишь надеюсь, что вы свой выбор сделаете правильно. Я надеюсь, что вы свой выбор обусловите для себя так же правильно. Правильно. Я надеюсь только на это. Если у вас остались вопросы по моему ответу, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Да, т.к. Продолжение следует...